Был воскресный день. Мы все сидели дома. Но во дворе какие-то были слышны звуки. Толпа, которая шла с автовокзала, с центра города, она шла и дошла до нашей улицы. И вот с пяти часов вечера до почти двух часов ночи шла бойня в нашем подъезде. Я с мамой спустились, чтобы позвонить моим сотрудницам, работницам, чтобы мы в понедельник не выйдем на работу. Что-то в городе не то, говорят, но я не знала, что в городе творится. И вот мы спустились с пяти часов к азербайджанке, соседке, чтобы позвонить работницам, чтобы мы не выйдем на работу, чтобы положение не то. И только мы сошли на первый этаж с мамой. Азербайджанка, соседка, мне говорит, а вы знаете, что в кафане, говорит, маленького младенца, говорит, выбросили с автобуса. Армяне выбросили с автобуса. Ребенок плакал, это азербайджанский ребенок был. А мы с мамой говорим, не может быть, что армяне на такое никогда не способны. Это вранье. И пока мы столько с ней разговаривали, они жили на первом этаже. Зашли двое азербайджанцев и стали говорить, кто здесь армяне. Ну, зашли в подъезд, и эта азербайджанка нас спрятала. И мы эти восемь, почти девять часов были у нее дома. Но у нее был телефон, я из-за телефона туда спустилась. Я говорю, ну ага, как раз таки я сейчас позвоню в милицию, я сейчас позвоню в скорую. Звонила, куда звонила, никто не приходит. Мне отвечают, что в Сумгаите сейчас машин нет. Если даже машина выезжает помочь, то все машины переворачивают. Мы не можем, говорит, приехать. Ну, сидела, думала, теперь куда можно еще позвонить. В скорую тоже самое отвечали. А потом я вспомнила, что моя соседка Арушанин Валя работала на главной почте, телефонисткой. Я говорю, вот как раз момент. Я брала телефон, ну, она не разрешала, чтобы я с коридора разговаривала, что в подъезде много было, они все ринулись в подъезд. Она говорит, иди, говорит, вот с квартиры говори. Я звоню Вале, я говорю, Валя, ты знаешь, что здесь творится? А Вале, стенка, другая стенка второго подъезда, она с этого подъезда была. Я говорю, слушай, ты знаешь, что здесь творится? Неужели, говорю, вы не можете позвонить в милицию? Ну, хорошо, если в Азербайджане ничего не делают. У нас не делают. Хотя бы в Москву позвоните. У вас же есть доступ такой позвонить? Она здесь бросает трубку, не может говорить. Берет бригадирша их, русская женщина. Я говорю, такое случилось. Она меня сразу соединяет с первым секретарем горкома партии Муслим Заде. Он берет трубку, я говорю, вы знаете, что здесь творится? Уже три часа я сижу, говорю, здесь. Спустилось дети наверху, трое детей, муж и отец наверху. Здесь что творится? Бойня такая, крики. Наверное, в подъезде человек 200-300. Такой шум был. Они, в общем, что они вытворили, один бог знает. Да. Он мне говорит, ну, хорошо, ждите, говорит. Вот скоро приедут военные. Это военные. Ну, я ждала, ждала. После трех часов эти шесть часов никакие военные не приехали. Сидели мы там. В общем, что мы только не слышали. И армян мы всех зарежем, поубиваем. Но шла бойня. У меня муж, там, Асян Рафик, и мой отец Адамян Гранцаруханович, они дрались до последнего. Что попало? И кипяченой водой, и ножи папа делал на заводе, и ножами, и топорик дома. Чем могли они? Кислота в доме была. Всем, чем они могли, они сопротивлялись. И после девяти часов приехали военные. Стояли там. Да, и стояли. Оказывается, нет. Оказывается, солдаты стояли. Там у нас рядом был этот детский садик. Они там стояли. Но они потом сказали, что там у нас приказа не было, чтобы мы подошли. И вот они вот эти сколько часов они дрались. В конце они убили Рафика, мужа моего. Отца тяжело ранили. Он лежал без сознания. Когда военные пришли, собирали их, потом его отвезли в больницу. Он живой остался. Что хочу сказать. Эти девять часов, что у меня муж сопротивлялся с отцом, и на втором этаже с соседями, нашим Тардатовым Мишханом, они как герои были. Но никто их имя не знает.